Доброе время суток. Меня зовут Сергей. Некоторые меня знают под ником Лето или MonkID на Nexos. Некоторое время назад я записал серию видео уроков по моделированию, текстурированию, Cration Kit и Nipscope. Часть уроков мне не понравилась, поэтому я решил их переделать и записать еще несколько видео уроков. Так как сейчас Cration Kit это не такая острая проблема. То есть все знают как его пользоваться. Множество видео уроков вышло, поэтому я углублялся на него сильными компьютерами. Только тогда, когда нам это нужно будет. То есть для добавления объектов, для придания каких-то свойств в основном мы будем моделировать и текстурировать. Также часть уроков мы посвятим Nipscope. Первую серию видео уроков я хотел бы записать про моделирование вот такого вот кинжала или ножа, кому как удобнее называйте. Давайте приступим. Первое, что нам понадобится это такая вот картинка. Этот нож я уже когда-то моделировал. Поэтому сейчас давайте рассмотрим как мы будем моделировать этот нож. вообще при моделировании любого объекта. Будь то игра, визуализация, там какой-то видеоролик. Нам надо понять, что мы будем делать и как мы это будем делать. Давайте рассмотрим наш будущий объект. Это вот такой вот кинжал, да, нож. Он состоит из двух вещей, из двух частей. Это лезвие и ручка. Ничего особенного, ничего сложного. Но, если взять, например, само лезвие, мы видим, что оно как бы состоит из двух таких частей. Эти части разделяют вот такая вот, как сказать, винетка, углубление, не знаю, такая вот часть. То есть, при моделировании мы должны ориентироваться на соединение вот этих двух частей. Как бы основную и режущую. То есть, вот эта часть, она представляется сложной. И поэтому мы должны при моделировании учитывать, как мы это будем делать. Давайте перейдем в 3D Max. Что нам понадобится? Для начала мы должны создать студию. Студия у нас будет простая. Из одной вот этой вот картинки. Чем меньше картинка, тем хуже. То есть, если вы выбрали какую-то картинку, там с ножом, с мечом, вы должны понимать то, что чем больше на ней видно деталей, тем лучше. Но, исходя из того, что мы будем, масштаб у нас объекта будет такой же, как у картинки. То есть, у меня оригинальная картинка там, по размеру экрана 1980. Я ее уменьшил. Я ее уменьшил. Детали в этом случае у меня не сильно потерял. Если я уменьшил до вот такого вот размера. 14887 пикселей. И по этой картинке мы уже будем создавать наш собственной нож. Давайте перейдем в 3D Max. Перейдем в вкладку Create. Нажмем кнопочку Geometry, если у нас не нажата. И создадим Plane. Plane это и будет наша студия. На нем будет отображаться наша картинка. Есть два способа создать Plane. Это нажать на кнопку и указать его размер. Так как нас это не устраивает, но у нас Plane должен быть под размер картинки. Мы так делать не будем. Второй способ создать Plane. Также нажать на кнопочку Plane и перейти в свиток Keyboard Entry. Здесь мы можем указать, где наш Plane будет находиться его координаты и его дину и высоту. Длину и высоту мы должны указывать в такую же, как у нашей картинки. То есть 1400 на 787 пикселей. Но в обратном порядке. То есть 787 на 1400. Нажмем кнопочку Create. Так же. Давайте поменяем его цвет. Цвет самих полигонов без материала. У меня все объекты стоят черного цвета всегда по умолчанию. У меня так удобно. Я не люблю, когда у меня мельчишение разного цвета объектов. Убавью портов. И берем галочку с пункта Применить рандомные цвета. Рандомные, то есть случайные. Если вы хотите, чтобы каждый объект создался с новым цветом, то эта галочка должна стоять на обороте. Так. Далее перейдем во вкладку утилиты. Что такое молоточек. Нажмем на кнопку Set Browser. Так. Мне его найти не то. Собака. Почему-то он у меня не показывается. Давайте еще раз попробуем. К сожалению, он у меня куда-то пропадает. Давайте применим другой способ. Он в принципе такой же. Просто откроем папку с нашим изображением. Изображение будет в ссылке в описании видео. И просто перетащим на наш плейдер. Все. Наша картинка натянулась на объект. Также хочу заметить. Лучше вам будет посмотреть мой вводный урок по 3D Studio Max. По меню. И как создаются объекты. Сегодня мы это рассматривать не будем. Я буду давать какие-то комментарии. Но это не будет урок по навигации и по меню. Нажмем AltW чтобы увеличить. Выделим объект. Также по умолчанию наш плейдер создался с количеством полигонов. 4 по высоте и 4 по длине. Зайдем в свойства нашего объекта. Калычка Modify. И поставим везде один. Чтобы у нас в принципе стоял только из одного полигона. на него. Далее. Зайдем в свойства объекта. Нажав на нем. Правой кнопкой Machine. И выберем Object Properties. Рассказываем все в списке. Уберем галочку. Шов розового края. И. Фриз. Галочку поставим. Но сейчас мы его будем ставить. Просто. Уберем одну галочку. И. Перетащим наш объект по CZ. Чуть чуть пониже. И что мы это будем делать. Вы увидите далее. Так. Все. Мы все сделали. Теперь можно заморозить. Заморозить можно также правой кнопкой мыши. Фриз. Заморозить выбранное. Либо. Также. Уберем его свойства. Все. Мы заморозили. Теперь мы можем. Создавать. Наш кинжал. Как мы это будем делать. Пойдем. В окно. Проекции. Топ. Отдалимся. Чтобы увидеть наш объект. На грани нашей студии. Нажмем колокольчик. Нажмем колокольчик. Топку в 3. Уберем. Сетку. Кнопкой G. И. Поверх. Нашей плоскости. Со студией. Создадим еще. Плейн. Но. Плейн. Мы создаем на глаз. Так вот. Также. Применем. Плейн. Материал. Какой-нибудь. Дефолтный. Плейн. По умолчанию. В 3D Studio Max. Вот. Такой. Вот. Материал. Эдлитер. Вновь. Но. Я привык. Пользоваться. Стандартным. Компакт. Материал. Эдлитер. Применить. Материал. Либо. Перетащив. На него. Вот. Этот. Кружочек. Пиктограмм. Либо. Вот. Нажать. На эту кнопочку. Также. Чтобы. Видеть. Нашу. Картинку. Мы. Нажмем. Либо. Сочетание. Клавиш. Alt. Икс. Либо. В. Свойствах. Объекта. Зададим. Его. Видимость. На 0.3. Я. Прочитаю. Такой. Способ. Потому. Что. Объект. Становится. Более. Прозрачным. Также. Уберем. Режим. Отображения. С реалистичного. На. Shaded. Это. Уберет. Все тени. Из окна. Симуляция теней. И. Нам. Будет. Легче. Все. Плей. Мы. Создали. А. У нас. Прозрачненький. Давайте. Конвертируем его в редактируемый полигон. Для этого нажимаем правую кнопку мыши. Конверту. Конверту. Эдитому. Поле. Далее. Все наши действия находятся простыми. Мы. Будем. Либо. Создавать. Новые вершины. Зажатые кнопки. Шрифты. Передвижением этой вершины. Либо. Редактировать. Вертекс вершины. И. Так. Быстрые кнопки. Один. Два. Три. Либо в пиктограммке. В окнах свойств. В окне свойств. Давайте быстро создадим нижнюю часть лезвия. В окнах свойств. Также хочу отметить что я создал группу к тому время как видит видео. там я буду консультировать вас по поводу видео уроков если у вас что-то не получается описание вы увидите под видео так например резюме мы создали давайте добавим несколько граней выделим темберегулярные грани которые которые наша грань будет пересекать и нажмем кнопочку контакт в окне свойств так так я бы еще немножко сделаю м с в 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 педагог сестра группа м Не забываем, мы ориентируемся по вот этой вот неровности. Так, Нелизу мы создали, эту неровность мы будем создавать уже после того, как создали верх нашего лезвия. Почему мы так сделаем, я объясню. Выделить все верхние вершины мы можем, выбав одну грань, нажав кнопку Loop, либо по одной зажатой клавишей Ctrl. Так. 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 Даже стоит учитывать, то, что у ножа, в принципе, Тетализовый идет дальше, чтобы ручка держалась. Естественно, игрок этого не будет видеть и нам это создавать необязательно. Зачем нам делать лишнюю работу? Вы, конечно, можете смоделировать все части, чтобы потом игрок мог, например, в кузнице собрать из частей этот нож. То есть сначала выкрыть ручку, саму лезвие, а потом из него кинжал. По мне так это лишняя трата времени. Так, вот я решил здесь создать вот так вот, продлить лезвие до сюда. Как нам соединить вот эти две точки? Для этого, по свойствам объекта, мы выберем кнопочку Target Build. Выберем, какая вершина у нас соединиться с этой. И нажмем. Все, вершины у нас соединились. Выбрав эту вершину, мы увидим, что она первая одна. Т.е. ее порядковая номер 32. Если бы мы просто перетащили эту вершину сюда. Есть как бы видимость, да, то, что... Так вот, давайте сделаем. Видимость то, что лет карты целы, но на самом деле это не так. и повлечет за собой кучу артефактов. Так же соединить вершины можно выделить, если они находятся рядом, нажать кнопочку Weld. Вот. Как мы видим, непорядковый номер вершины показывается, а число вершин здесь уже, если мы выбрать нет. Нажимаем Well. Все. Так же можно, в свойствах этой кнопки, этой функции, выбрать, через какое расстояние она будет соединять. То есть, если бы у нас вершины находились бы на таком удалении друг от друга, кнопочка Well бы их не соединила. Если же мы нажмем на свойств ее, увеличим до расстояния между этими вершинами, то они соединятся. Так же здесь прямо это все пересходит. Здесь мы нажимаем иголочку. Все. Надеюсь всем все понятно. Так. Все. Практически все лезвие. С одной стороны мы сделали. Но лезвие у нас не плоское, а объемное. Чтобы придать объем, мы приносим все лезвие. Теперь идем, выберем нижнюю часть лезвия, где она будет соединяться, с такой же частью, с другой стороны, выберем все точки, которые будут соединяться, Идем в окнотрейск сбоку, и примерно глаз опустим эту часть, можно посмотреть, все, она опустилась, эта часть ножа также нужно опускаться вниз, но более плавно, Поэтому, мы, собственно, по чуть-чуть и опустим ее, берем Alt, еще, еще, так, здесь мы вишни хватили, Лук, 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 Эта часть лезвия у нас должна соединяться на толстую Эта часть лезвия мы также выбираем вот здесь Эта часть лезвия и опустим, создадим переход Проконтролируем, чтобы они шли параллельно с нижней Эта часть лезвия, так как мы здесь изменяли и она Немножко закруглилась, мы воспользуемся инструментом Масштабирования, кнопочка R и по Y выровняем Также это можно сделать функцией Y Она по оси Y выровняет все Либо если нажмем X, как видите она в другую сторону повернулась Также все по Z работает Главное знать в какую сторону мы поворачиваем Так, также стоило бы выкримить эту часть Главное trainer Ну еще раз성ок Так, все примерно ровно, здесь у нас даже лиза немножко расширяется, поэтому все равно на ровности нам не избежать, но по крайней мере эти две боковых ребра параллельных, они у нас на одном уровне находятся. Так, все, эту часть мы подготовили, теперь давайте делать эту неровность, этот переход между лизами, части лизы. И эту также используемся кнопкой Connect, выбрав грань, которая нас интересует, так как она идет не до конца, мы выберем только часть грани, нажмем на свойства кнопки Connect и передвинем новую грань в то место, куда она нужна, извините. Нажмем калочку, применим наше изменение, здесь мы наверное давайте соединим две точки, target field, сделаем разложение, хотя нет, давайте не так сделаем, для разнообразия я сделаю так, выберу две точки, нажму Connect, новый ребро создан, здесь мы просто уменьшим, у нас будет эта неровность до этого идти, а здесь просто будет треугольник, который нам не будет мешать. Также в следующих уроках вы возможно поймете, почему я именно сделал так. сейчас я скажу только для того, чтобы не было лишних деформаций, например, при сглаживании объекта. так, здесь мы немножко поправим, так, 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 так. давайте добавим еще одну грань для более округлого вида, видите, в прошлый раз, которые я настройки переменял при создании нашего объекта, они сохранились, у меня грань создалась немножко со смещением влево. давайте обнулим наши настройки. Для этого укажем здесь ноль, либо просто нажмем по стрелочкам правой кнопки мыши, давайте проверим. так, все, работает. Так, 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 так. Также я не хочу, чтобы у меня лезвие шло абсолютно под прямым углом, вот так вот. вот так вот оно было немножко рельефным. Я добавлю еще грань по этой стороне. одно и два будет достаточно, наверное. Так же создано ее со смещением. и немножко подниму. Так. 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 Что, например, сделать, если у нас объект выбран, но мы его потеряли, удалились как-то неправильно, это достаточно нажать кнопочку Z. Также ее можно нажимать, когда нам нужно приблизиться к какой-то грани или группе вертиксов. Если выбрать один вертикс и нажать Z, то мы прибавимся слишком близко. Это также вот тут. Здесь у нас образовалась небольшая дырочка, соединяем, выровняем. Добавим здесь смещение. Немножко делаем. Делаем все по вкусу на глаз. Как вам больше нравится. Так, все резвие мы сделали. Частично уберем его прозрачность, поставим ее в 1. Далее, если будем пользоваться, то будем, простите, будем пользоваться уже сочетанием клавиш Alt-X. Чтобы оставить только вот это наше лезвие, чтобы искать картинку студии, мы можем нажать, выбрав наш объект, который мы хотим оставить в сцене, нажав на нашу Alt-Q. Чтобы вернуть все, как было, собственно, еще раз Alt-Q. Также сеточку здесь уберем, я не вижу часть модель зимы. Так, давайте возьмем часть зеркальную, вот эту, этому дезвию. Для этого выберем ребра, поэтому она у нас будет зеркалится, и нажмем, применим модификатор симметрии. Для этого выберем выпадающий список. Перейдем по алфавиту к симметрии. Нажмем, собственно, Alt-Z. Почему я выбрал эти грани? Если выбрать грани, то симметрия создается, так сказать, ближе к этим грани будет брать точку счета от этих грани. Но не всегда. Придем обратно. Выйдет поле. Нажмем вот эту кнопочку. Она показывает последний результат модификации. Так мы можем смотреть и редактировать наше лезвие и видеть, как она будет модифицироваться вот с этим модификатором симметрии. Как видим, у нас здесь не слишком симпатично получилось. Для этого сделаем заружение. Вот так. Теперь вроде бы получше. Как меня все устраивает. Беру реалистику. Так. Давайте теперь создаем нашу неровность от этого, которая была на резме. Берем полигоны. Так, еще. Мы полигон выбрали. Да, главное потом сделаем. И нажмем кнопочку Bevel, а точнее ее настройки. По умолчанию у нас Bevel работает наружу. Изменим это. Изменяем параметры. Так как угли на меня, в принципе, устраивает. Уменьшение. Так. Все. У меня входит. Удаляю вот эту плоскость. Она мне в будущем не нужна. Проконтролируем, как у нас нас сужение. Она сработала. Здесь тоже деформации никаких особенных нет. Но можно разве что увеличить немножко расстояние между точками. И уменьшить отступы. в углу. Так. Разведем закрупление. Которое у нас было. в углу. Выберем эту грань. Нажмем ринка. Проконтролируем, чтобы оно здесь никуда не ушло. Но оно и не уйдет. Так. Вот только оно затронуло вот эту грань нашу. Мне это не нужно. Добавим одно ребро. И перетащим ее немножко вверх. Теперь, чтобы сгладить наше ребро, нажмем кнопочку чамфер. Важнее, ее свойства. И наше ребро развилось на два. Чтобы добавить еще одно ребро, нажмем увеличим параметр. Чтобы увеличить расстояние между ребрами, изменим этот параметр. В принципе, меня так устраивать можно еще побольше вверх сделать. Все. Теперь проконтролируем вот здесь. Это самая критичная часть для наших изменений. Как видим, здесь не очень симпатично все. Давайте вручную отредактируем. Так. Итак. Угу. 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 Все наши модели должны состоять из четырехугольников или треугольников. Уже при экспорте маниформата все четырехугольники разобьются на два треугольника. Чтобы сделать здесь вот наши треугольники, мы посыпем вот так вот. Возьмем и, 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 и. Наверное, сделаем. Воспользуемся моим инструментом, он называется CAD. Выберем примерно середину и приблизим точки. Неправильно я сделал. Давайте с точки начнем. Так. Все. Здесь также можно соединить точки с помощью инструмента CAD, а можно простым коннектом. Давайте за коннектом. Так будет более надежно. В CAD иногда мы можем промахнуться и создать ребро не до этой точки, а создать новую рядом точечку. и не заметим это уже потом. Будем удивляться, что у нас тут произошло. Так. 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 Я всего этого не объясняю. В принципе, здесь ничего сложного нет. Давайте посмотрим, как будет выглядеть эта часть при сглаживании. Я всегда пользуюсь модификатором Mesh Mode, чтобы посмотреть, как у меня объект будет выглядеть. Талинная часть при сглаживании. То есть какие могут артефакты выползти. Если я буду сглаживать до богатых полигона, либо просто уже на этапе затекстурирования это все может сказаться. Давайте перейдем в симметрию и выберем модификатор Mesh Mode. Так. Уберем. Ну, в принципе, не сказать, что слишком хорошо, но нормально. Так же еще как можно смоделировать этот участок. Можно сделать так. Так же инструментом CAD. Уберем эти наши грани. Выберем их. И сочетанием кнопок Ctrl-Backspace. Мы удаляем грани и точки, с которыми они связаны. Уберем. Уберем к слову CAD и сделаем такую конструкцию. Так. Редактируем здесь вручную немножко. Законектим. Так. Как поступить с этой грани. Такой способ. Нас не особо устроит. Давайте посмотрим, что получится. И вот тут есть деформация модели будущей. Что сделать? Давайте подумаем. Цепи можно не удалять машину, а просто отключить его. Думаю, все-таки нам придется. Нет, не придется. Так, 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 так. Давайте сделаем наш модель более круглый. И мы выделим все вот эти грани. Еще раз применим инструмент Chamfer. Опять мы разойдем в несколько смысл. Одну лимитиста одного. И сделаем небольшое искажение. Вот так вот. Теперь мы можем соединить наши грани вот таким способом. Можно создать также здесь конструкцию еще такую. Но здесь для данной части это будет не критично. Так же, чтобы закрыть треугольник или область из закрытых грани, можно нажать на клавишу Cap. Делаем здесь вот так, вот так. Так же, неплохо, пользуется вот таким вот способом. Чтобы более подробно рассмотреть деформацию нашей модели, можно сделать так. Выбрать вот эти все грани полигоны по кругу. Сначала берем грани. Потом нажимаем Ctrl и нажимаем эту программу. У нас выберутся все грани, которые входят в этот полигон. Вернее, все полигоны, которые входят в эту грань. И уже здесь выберем эти грани. Так, подождите. Сюда на виду здесь у меня не все отметилось. Так, это наоборот нам не нужно. Так вот. Применить к этим полигонам группу сглаживания. Это группу. И что я это делаю? После этого можно перейти в модификаторный смут и поставить галочку напротив параметра смут. смут. Как видим, эти грани сглаживания разбились на несколько групп сглаживаний, которые у нас присутствуют в модели. Здесь уже еще не очень красиво. Что бы еще сделать с паразиткой? Давайте посмотрим, что можно сделать. Чем сделаем еще bulun. но я бы на самом деле здесь все таки добавил несколько полигончиков я вот способом так так и вот так и так так и так дали мы там грань просто дактейсом здесь законы так так дактейсом выбираем нашу грань метаник так 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 я хочу создать более гладкий переход так так давайте посмотрим на полученные результаты так 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 здесь можно еще поднять так в принципе в принципе в принципе если у нас сражение будет идти вот так вот вот это проблем мы можем избавиться проверим нет 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот эти треугольники Ну, в принципе, и все Так Что мы делаем дальше Давайте закроем Вот эту часть Здесь у нас тоже будет небольшое Небольшое закрепление Так Кнопочка Bright Новый инструмент соединения двух пространцев между двумя ребрами Добавим новых ребер Раз, два, три, четыре Нам нужно четыре штуки Так Раз, два, три, четыре Соединяемся с этим Выберем те реберы, которые нам нужны И нажмем кнопочку Bright Так Лучше делать ручную Так Субтитры сделал DimaTorzok Здесь я особо не объясняю Так Так Прошу быть, в принципе, понятно Так 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 Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Следим, чтобы Дассиметрия наших моделей Пересекалась Части, которые должны соединяться Чтобы между ними Не было DimaTorzok Так Лучше иногда потратить время Субтитры сделал DimaTorzok Силосил все вручное Но с estos customizable Добавил Далее У нас все сделано правильно Цена ошибки для мотивирования не может быть слишком высока. Цена ошибки для мотивирования не может быть слишком высока. Здесь я еще хочу сделать небольшое закругление. Продолжение следует... Также на верхней части лезвия сделаем небольшое течение. Продолжение следует... 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 Укрепляем здесь немножко, здесь. Так, давайте посмотрим, может, сюда это приподнять, как будет смотреться. Чуть-чуть. Также следите и за тем, когда выберете грани или вертиксы, чтобы не зацепить, которые тут параллельно. Далее, что мы сделаем? Проконтролируем с помощью гробосглаживания, как у нас, собственно, модель выглядит, чтобы исключиться в косяки. Для этого выберем полигоны, отключим все проекции. Давайте, наверное, создадим код для нашей модели. Продвинем у меня зажатой клавишей shift и выберем здесь на крупное скваживание. Отдельно выберем эту сторону. Продвинем. Так, все. Перейдем в глобосглаживание. Нажмем clear L, L, как правильно. И нажмем 1. Тоже самое называемый с авторичностью лезвия. Так, тоже давай вперед. Нажмем 2. Здесь мы поставим. 1, 3, 3, выберем. Так, придадим к значению 4. Здесь мы поставим савплик. Ну и мурашно. Здесь у нас будет 5. И на этом мы поставим. И так же приступим к потенциальной высоты верхней части. Нальти выделения уберем в противополинконе. Нажмем Grow чтобы засыпать еще вот эти части. Я уже не помню какой восьмой отец поставил. Нажмем Symmetra и Mesh Smooth. Так, Mesh Smooth у нас эти два лезвия засмотил. Чтобы это убрать, мы нашу копию конверско-навиентируем. И, к примеру, вот эту нижнюю часть трезвия. Затем есть другой параметр, другую группу изображений. Давайте дадим на вторую, на семнадцать. На лучше двадцать вторую. Блин. Так. Все, можем применять Мesh Smooth. Так. И... Нажмем... Нажмем... Глазы. Нажмем... На верхнем, чтобы стоять такой. Посмотрим, что у нас получилось. Вот, в принципе, наше лезвие и создано. Это довольно интересно тоже получилось. Здесь у нас мы при использовании Chaffer немножко промахнулись. Будет удалить этот полигончик. Ничего страшного. Как видите, лезвие получилось отличное. Можно даже прибавить группу сглаживания. Посмотрите. И все, по-моему, идеально. Здесь у нас все правильнее. Еще раз конвертируем. Итак, убираем группу сглаживания. Здесь конвертируем. Мы редактируем полигончик. Что можно сделать уже с моделью, с которой мы применили Мesh Smooth? Можно, чтобы, как сказать, чтобы у нас она была более сглаженной, такой, как пример смысл. Можно выбрать лишние. Ребра по кругу. Тут нажать. Так. 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 Вот эти можно. Вот эти. Нажать лук. И Ctrl Backspace удалить их. Также можно удалить вот эти ребра. Вот эти. Вот эти. То есть, привести наш объект к тому виду, какой он был раньше. И он у вас более четкий такой получится. Давайте посмотрим. Так. Отлично. Можно и оставить некоторые ребра. например, видите, у нас здесь более сглаженная лезвие получилось. Поэтому мы это ребра вставляем. Смотрим здесь. И собрать. Ну, более-менее. Также убираем лишние ребра здесь. Так. Что важно вот здесь вот. По бокам. Видите, при симметрии я не достаточно низко опустил. Здесь. Наш. Наш. Свой. Ребро. Которое соприкасается. Я, например, разбилась. Примерно смыть. На такие вот полигончики. Что можно сделать? Нажать. Нажать коллапс. Насоединились. Выброс. Вебра. Так. Здесь нужно. Упсет. Так. В общем. Редактируем. На этом наш первый урок заканчивается. Далее. Это будет ваша домашняя работа. Какое лезвие вы оставите. Либо сделайте Mesh Smooth и удалите внешние ребра. Либо оставите вот такое лезвие и сами добавите с помощью кнопки Connect. Ребра, которые сами хотите. Вот, например, вот здесь. И сгладить. Переход. Это исключительно будет ваш выбор. Сами сделайте. Посмотрите, как у вас получилось. Какой подход лучше. Всегда лучше использовать несколько способов. На этом все. Спасибо. Следующий урок будет в принципе просто про моделирование. Я не буду комментировать, как что я делал. Будет просто запись моделирования ручки. Как она делается. В принципе все техники останутся все те же самые. Возможно я в описании к видео еще добавлю что я сделал. Или запишу отдельный подкаст. На этом спасибо. До свидания. Надеюсь вам понравилось. Подписывайтесь. Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok. Памики. Субтитры сделал DimaTorzok. Память. Продолжение следует...